МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости губернии в студии Георгий Фёдоров. Коротко о главных темах. Два месяца до выборов. Кто из претендентов на президентство уже собрал необходимое число подписей, как проходит кампания в Самарской области и что говорят о своих предпочтениях жители? День Самарской губернии и 100-летие государственной архивной службы отметили открытием уникальной выставки. Документы, фотографии, проекты и карты с 18-го до второй половины 20-го века показывают в Центральном архиве региона. История и экспонаты. Лучшие гонщики и модернизированные отечественные авто на полигоне в селе Сосновка определили сильнейшего пилота страны по зимним кольцевым гонкам. Как проходили заезды в 20-ти градусный мороз и кто стал победителем? 14 января более 200 тысяч человек по всей стране приняли участие в едином дне сбора подписей. Жители, желающие поддержать выдвижение в президенты Владимира Путина, могли сделать это в общественных приемных партии «Единая Россия». У нас в регионе подписи принимались в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. К слову, на тот момент кандидатуру Путина официально одобрили уже более полумиллиона россиян при необходимом для самоводвиженца минимуме 300 тысяч. Самарская региональная приемная «Единая Россия» открылась в воскресенье в 9 утра. Поддержку претенденту на главную должность страны выражали студенты, работающие горожане, пенсионеры, а также представители общественных и молодежных движений, известные в губернии политики. Человек, которого я лично знаю, я с ним очень много общался, и знаю, какие у него есть пожелания к развитию всей страны в целом. Он очень человек отзывчивый, он очень человек добрый, чуткий, и он хочет действительно, чтобы страна жила комфортно. Студенты поддерживают Владимира Владимировича. А кто, если не он? Все видят его силы, все видят то, что он реально заботится о молодежи. Он был единственным из кандидатов, потому что он старается организовывать новые рабочие места. И все верят ему, потому что люди верят делам, а не пустым словам. Мы начали чувствовать себя сильнее на внешних границах. Империя должна уметь себя защищать и предъявлять свою власть и силу. Ну и в стране хоть какой-то более порядок. Отмечу прием заявок от претендентов на участие в предвыборной гонке завершился 12 января. О желании побороться за президентское кресло изъявили 70 человек, в том числе 46 представителей политических партий и 24 самовыдвиженца. А все необходимые документы в Центр избирком сдали только 36 человек. В качестве кандидатов зарегистрированы двое – Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Им, как выдвиженцам от парламентских партий, собирать подписи не нужно. Представителям непарламентских необходимо заручиться поддержкой как минимум 100 тысяч человек. Это, в частности, касается Ксении Собчак и Григория Явлинского. Самарские штабы этих претендентов рассчитывают выполнить план по сбору подписей уже до конца текущей недели. Хотя официально кампания завершится только 31 января. Детальный разбор по каждому направлению. Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке к Чемпионату мира по футболу. Участие в нем приняли руководители профильных министерств, мэр Самары, а также главы районных администраций областного центра. Как реализуется программа, что уже сделано и какие работы необходимо завершить за оставшиеся до старта тестовых игр два с половиной месяца. Обо всем подробнее Виталий Портнов. 149 дней до старта игр Чемпионата мира. Еще меньше до начала тестовых матчей. Уже к 7 апреля все работы по подготовке города к футбольному первенству должны быть завершены. Это касается не только готовности Самар-арены. Ее ход строительства ежедневно курирует глава региона. К тому же у федеральной рабочей группы нет никаких сомнений, что возведение стадиона будет завершено в срок. Особое внимание вопросам городского благоустройства и ремонта фасадов зданий. Город Самара стал первым городом, который принял городскую программу подготовки к Чемпионату мира по футболу. Еще в 2012 году, еще до того, как город был утвержден принимающим матчи Чемпионата мира по футболу. К сожалению, в 2015-2016 год основные мероприятия, которые планировались в этой программе, выполнены не в полном объеме. Глава Самары отметила, что реконструкция четвертой очереди набережной на стадии завершения. Струковский сад доделают в апреле. В это же время завершится монтаж 56 баннерных конструкций с символикой Мундиаля. На территории областного центра уже установлено порядка 60 тематических фигур. Дмитрий Азаров поручил подготовить предложение о возможности размещения дополнительных композиций. Особое внимание было уделено ремонту фасадов зданий. У нас на гостевых туристических маршрутах находятся 1487 зданий и сооружений. Огромная работа, конечно, была проделана, но тем не менее у нас остаются необеспеченными финансирование порядка 402 зданий, требующих ремонта. В частности, остается неясная ситуация с 91-м кварталом. Это рядом со строящимся пятизвездочным отелем «Лотте». В ходе совещания выяснилось, что из восьми объектов, признанных аварийными, расселены только два дома. Еще шесть? Вопрос до сих пор не решен. Причина одна – бездействие администрации Ленинского района. Контакт с людьми почти за три года не найден. Не было проведено ни одной личной встречи с жильцами. В этих домах, шести домах, мы не разговаривали, потому что изначально была поставлена такая проблема, что они будут снесены. Поэтому мы туда не выходили и ждали информации с верхних, скажем, инстанций о том, когда будет идти процесс сноса. Вот подход главы администрации района. Вот он, подход. Очень наглядно. Мы сидели и ждали, когда задача решится сама по себе. У вас с людьми должна быть точная работа была проведена, убеждение людей, представление рисков, которые проживание в аварийном фонде. А к этим домам, которые значатся в числе отремонтированных, остались вопросы. Как отметили участники совещания, еще есть над чем поработать. Дмитрий Азаров поручил пересмотреть все сроки и разработать четкий график проведения работ по всем направлениям. За оставшееся время, два с половиной месяца, нужно максимально сконцентрировать усилия, чтобы успешно решить все вопросы и подготовить город к событию мирового масштаба. Виталий Портнов, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. Малые города Самарской области в фокусе внимания региональной власти. Дмитрий Азаров дал поручение кабинету министров разработать соответствующую программу поддержки. Обсуждать инициативу будут уже в начале февраля на общеобластном совещании. Для каждого министерства есть работа, есть над чем подумать, выдвинуть свои предложения. Для того, чтобы мы системно, комплексно подошли к решению тех вопросов, которые накопились по малым городам. Вместе определились по приоритетам развития, посоветовались с людьми, чтобы и здесь люди понимали, что в равной степени они имеют возможность рассчитывать на поддержку и государственной региональной власти. Как отмечают главы ряда малых городов Самарской области, проблемы есть и самостоятельно решить их зачастую не предоставляется возможным. Высокий износ инженерных сетей, вопросы в сфере образования, строительства, жилья, благоустройства и ряд других. В малых городах, таких как Адрана, есть проблемы. И если сейчас вовремя не начать их решать, то в будущем жители нас просто не поймут. За счет собственного бюджета не сможем решить эти проблемы. Нужна поддержка и региональных властей, и федеральных властей. Для этого разрабатываются стратегии, для того, чтобы найти общие пути. А если будет разработана какая-то комплексная программа, и, по крайней мере, принципиальные подходы мы будем понимать со стороны правительства Самарской области, естественно, это нам серьезно облегчит работу. При принятии программы поддержки малых городов будут советоваться с населением. Общее областное совещание глава региона запланировал провести в городе Похвестнево в рамках рабочего визита в начале февраля. Предполагаю, что в этом заданном губернатором направлении есть главный смысл консолидации гражданского сообщества на то, чтобы то место, где ты живешь и своим трудом приумножаешь, оно радовало глаз. И оттоки в иные города-спутники нашей столицы, они были поменьше. Мы получим хорошие благоустроенные дворовые территории, это освещенные улицы, это и парковочные места, это и благоустроенные озелененные газоны, это и детские территории, и спортивные площадки, в чем ими нуждается население нашего города, наверное, всей Самарской области. Поэтому инициатива важная, инициатива своевременная, и она нужна для нашего города. Мы сейчас готовим свои предложения, и я уверен, что они будут услышаны, и, соответственно, будут необходимы приняты решения для того, чтобы это успешно реализовать. С этого года по инициативе президента семьям с детьми будет оказана дополнительная поддержка. Новые выплаты в первую очередь коснутся многодетных семей и семей со скромными доходами. Кроме того, дополнительные стимулы получат и родители первенцев. Кому и на что рассчитывать сегодня, рассказывали в комплексных центрах соцобслуживания населения. День открытых дверей посетила и наша съемочная группа. Пока малыши заняты своими делами, их мамы внимательно изучают так называемый демографический пакет президента. Он принят в рамках национальной стратегии «Десятилетие детства». Речь о новых выплатах, которые семьи с детьми будут получать с этого года. К примеру, родители первенца, появившегося на свет или усыновленного с 1 января, могут рассчитывать на существенную прибавку к семейному бюджету. Главное условие – совместный заработок не должен превышать 49 824 рублей в месяц. К слову, именно финансовые проблемы – одна из основных причин, по которой семейные пары откладывают рождение ребенка. Конечно, молодые семьи, может быть, даже студенческие семьи или те, которые только-только начинают работать, конечно, они не имели на сегодняшний день высокой заработной платы. И само собой, что получение выплаты в размере примерно около 10 тысяч рублей ежемесячно – это будет очень серьезной подспорью для молодой семьи. Хорошей новостью стало и продление выплат материнского капитала, который теперь можно использовать и на дополнительное образование ребенка, или, к примеру, услуги няни, если малыш не ходит в детский сад. Все чаще в органы соцзащиты населения стали обращаться и за семейным капиталом. Это региональная выплата на третьего ребенка в размере 100 тысяч рублей. Еще 10 платят сразу после рождения. Мамочки могут обратиться за этой выплатой до года, если они потратили на предметы первой жизни ребенка необходимости – это одежда, питание, кроватки, коляски, предметы мебели. После года жизни, если это средства затраченные, на покупку квартиры, машины, ремонт, платное медицинское обслуживание и образование. Еще одна президентская инициатива касается льготной ипотеки. Воспользоваться ею могут семьи, в которых с 1 января этого года родится второй или третий ребенок. Условия участия в этой и других социальных программах можно узнать во всех комплексных центрах социального обслуживания населения, где с 15 января проходят Дни открытых дверей. Алена Алешина, Александр Каракулько, Новости губернии. В регионе прошел День Самарской губернии. Эта дата отмечается ежегодно с 2015 года. В Центральном архиве Самарской области в этот день отметили еще и столетие Государственной архивной службы России. К этому событию приурочили открытие выставки уникальных документов. Мария Шпакова увидела историю региона в экспонатах. Фото легендарного НК-33 и не менее легендарного конструктора Николая Кузнецова. Рядом советская ракета «Буря» и уникальные снимки Юрия Гагарина в Самаре сразу после первого полета в космос. Пожалуй, самые современные экспонаты на этой выставке. История региона представлена в документах трех столетий. Карты, проекты, старинные фотографии. Среди всего этого самый главный документ. Указ императора Николая I об образовании Самарской губернии. Датирован 6 декабря 1850 года. Копию такого указа на открытии выставки вручают главе региона. Символично в День Самарской губернии. Памятную дату отмечают с 2015 года. Ей и приурочили экспозицию. На этом этапе новейшей истории, какое внимание есть к нашему краю, как к отдельным производствам, определяющим развитие региона, да и не только региона, а целых отраслей всей страны, сегодня есть внимание президента страны, Владимира Владимировича Путина. Я говорил, что нет будущего, когда мы забываем о своем прошлом. Вот бережное отношение президента к истории страны, к духовным скрепам нашего государства и нашего народа, к сохранению традиций, я думаю, во многом и определяя ту поддержку, которая сегодня есть у Владимира Владимировича Путина, у президента в нашей стране. Центр аэрокосмической, автомобильной, нефтехимической промышленности, крупный сельхоз, производитель. Регион всегда играл важную роль в развитии страны. О становлении Самарской области на выставке рассказывают 130 экспонатов. И каждый имеет статус особо ценный. Прежде всего, для сохранения культурного и исторического наследия, прежде всего, и служит воспитанию, прежде всего, подрастающего поколения. Это возможность соприкоснуться с историей, прежде всего. Это воспитывает патриотов. Выставка делится на блоки по периодам. Под стеклом «Человитное 17 века», оригинальные документы с автографами Екатерины II, родословные книги Самарского дворянства. Под стеклом «Человитное 17 века» может найти показательства оборудования таких военщих субъектов. А как и Самарин, и Ленин, и многие другие. Первая мировая война, снимки Куйбышева в годы Великой Отечественной, парад 7 ноября, концерт артистов эвакуированного Большого театра и многое другое. Выставку «Самарская губерния» в документах открыли в год столетия Государственной архивной службы России. Работать она будет до конца февраля. Об истории региона в формате экскурсии можно узнать бесплатно по предварительной записи. Мария Шпакова, Сергей Павлов, Новости губерния. Зимний день знаний. В Новокуйбышевске после капитального ремонта открыли 18-ю школу. Работы проводились по федеральной программе, а пока они шли, детям приходилось учиться в других образовательных учреждениях. Сейчас в родных стенах все по современным стандартам. Мультимедийное оборудование, медиазал, два класса для занятий робототехникой. За такие парты не прочь сесть и взрослые. Наш корреспондент Татьяна Пудова не исключение. Счастливые улыбки, набитые учебниками портфели. Этот день в Новокуйбышевской школе номер 18 имени Мамистова нарекли зимним днем знаний. Повод волнительный. Здание открывают после капитального ремонта. По школьной традиции на торжественной линейке звучит первый звонок, и дети отправляются на уроки. В школе, в прошлом году отметивший полувековой юбилей, утеплили фасад, полностью заменили систему отопления, канализацию, вода и электроснабжение, противопожарную сигнализацию. Установили новые окна, двери и питьевые фонтанчики. Ремонт начали в сентябре в рамках федеральной программы. По инициативе президента нашего государства Владимира Владимировича Путина два года назад начала действовать программа строительства, реконструкции, капитального ремонта школ. Дмитрий Игоревич Азаров принял решение включить этот объект в федеральную программу. Вложили в эту школу 80 миллионов рублей на капитальное ремонт и оснащение. И я думаю, что это вложение, такой яркий пример вложения в будущее. Изменения коснулись и перепланировки. Например, в пустующих слесарных мастерских открыли кабинет ритмики, а у малого спортзала появилась раздевалка. Еще одно новшество – медиазал. Медиазал, который будет решать очень много задач и в плане кадетского обучения, где они смогут, например, по основам безопасной жизнедеятельности, в интерактивном формате получать информацию, обсуждать. Можно проводить конференции, защиту проектов. И поэтому вот это помещение нам было очень необходимо. И вторую задачу решает это помещение. Это можно проводить родительские собрания на параллель. В ходе экскурсии школьникам и почетным гостям демонстрируют интерактивные доски, проекторы, гордость школы, цифровая лаборатория по физике и химии. Учители, ученики могут уже не пользоваться мелом, а все записи на доске сохранять в памяти компьютера и возвращаться к ним на следующем уроке. Мы можем проводить интерактивные опыты уже на досках. То есть там, допустим, есть колбы, в ней жидкость. И при повороте, допустим, жидкость выливается. Мы можем их смешивать и что-то подобное. Нам еще до конца не показали, но я думаю, это будет интересно. В школе три этажа, почти 60 кабинетов. И везде цвет стен подобран так, чтобы он благотворно влиял на детей. При ремонте использовали только экологически чистые, не горючие материалы. Кроме того, что каждый кабинет оснащен по последнему слову техники, дети в профильных секциях могут изучать историю, заниматься спортом и робототехникой. Это занятие вызывает у детей особый интерес, ведь запрограммировать робота на самые простые действия под чутким руководством преподавателя может каждый уже на первом занятии. Ребенок, который никогда не ходил на робототехнику, этот робот ему придется собирать, ну, наверное, где-то полчаса, где-то минут сорок. То есть это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Модернизацию школы в Новокуйбышевске продолжат. Также появится проект новый, чтобы отказаться от второй смены. Татьяна Пудова, Андрей Евдеев, новости губерний Новокуйбышевск. Как мы уже рассказывали, в субботу жители 63-го региона отмечали день рождения области. Знаменательная дата приурочена к основанию Самарской губернии в 1851 году. Спустя 167 лет благодарные потомки на купеческой земле подтверждают правила. История циклична, и очень многое в ней повторяется. Что именно знает Анастасия Зубарева. С чего начинается Родина, с картинки в твоем букваре. Это поет Федор Шаляпин. Как и век назад, голос завораживает. Мальчик с именем знаменитого предшественника, участник Большого детского хора, который выступал в новогодние праздники перед руководством страны в Москве. Теперь юных исполнителей чествуют на Самарской земле. В день Самарской губернии подарки им вручил глава региона Дмитрий Азаров. Пообщаться с участниками хора удалось в рамках большой и первой в своем роде встречи православных общественных организаций на базе Самарского духовно-просветительского центра «Кириллица». На слет приехали сотни человек, неравнодушных к родной земле. РПЦ традиционно, наряду с другими конфессиями, принимает самое активное участие в развитии страны. Как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, Россия всегда была сильна традициями народного единения и сплоченности. Радовала за укрепление мира, сотрудничества, доверительного, взаимополезного диалога со своими партнерами. И только сохраняя это историческое наследие, нашу нравственную и духовную опору, мы сможем двигаться вперед, добиваться поставленных целей. Сегодня нам жизненно необходимо сберечь единую нравственную систему ценностей. Активисты считают такие встречи для общего дела важны и предлагают сделать их регулярными. Мы могли обращаться к какими-то вопросами, а вы бы, соответственно, владели той ситуацией, которая происходит в наших общественных кругах. Это вот голос, голос народа. А если голос народа, значит голос Божий. Владыка наш, митрополит Сергий, что, так сказать, правительство области, наконец-то взяло на себя такую инициативу и собрало. Я вот вижу здесь действительно те организации, для которых судьба Отечества, судьба нашего русского православия, судьба вообще нашей русской цивилизации не безразличны. Диалог вообще всегда важен, да? И мы вот, когда вот такие форумы проходим, мы слышим друг друга, мы лучше понимаем друг друга и мы находим решение. В рамках первой встречи активисты выдвинули ряд инициатив. Дмитрий Азаров отметил, что они требуют подробного рассмотрения. Так, например, социально ориентированные некоммерческие организации необходимо активнее привлекать к работе. Кроме того, в течение месяца должны быть разработаны предложения по программе поддержки казачества. Анастасия Зубарева, Александр Каракулько, Новости губернии. В Ставропольском районе прошла традиционная рождественская гонка чемпионов. В заездах приняли участие 16 лучших пилотов со всей страны. В сражении сильнейших победу одержал казанский спортсмен с тольятинскими корнями. Чемпион России по кольцевым гонкам Дмитрий Брагин занял первое место и стал обладателем главного трофея – серебряной ладьи. Места на пьедестале почета также заняли гонщик команды «Автограда» Кирилл Ладыгин и самарец Егор Санин. За соревнованиями следил наш корреспондент Дмитрий Лобанов. Мороз и солнце – день чудесный. 16 сильнейших пилотов со всей страны показывают свое мастерство на автодроме в Сосновке. Делают они это на специальных спортивных версиях автомобиля «Лада Веста». Под капотом машин 170 лошадиных сил. Длина кольцевой трассы – 2,5 километров. В заезде участвуют два автомобиля. Каждый стартует по своей ледяной дорожке. Только лучшие спортсмены, только чемпионы, победители в разных классах российского чемпионата прошлого года приезжают традиционно в Сосновку и доказывают на самом деле, кто лучший, кто умеет быстро приспособиться к трассе, к автомобилю и показать очень высокий класс, очень высокий уровень пилотского мастерства. Я жду хорошую гонку, потому что машины к этому готовы, пилоты к этому готовы и температура сегодня идеальная. На автомобилях установлены длинные шипы. Это будет очень интересная борьба. 16 сильнейших пилотов из Тольятти, Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Омска сражаются за престижный трофей – серебряную ладью. Пять раз ее обладателем становился гонщик «Лада Спорт» Кирилл Ладыгин. Интрига появляется сразу. За первое место борются Дмитрий Брагин и Кирилл Ладыгин. В итоге победу в финальном заезде вырвал Дмитрий Брагин. Серебро досталось Кириллу Ладыгину, бронзу забирает самарец Егор Санин. Непередаваемые эмоции, конечно, выиграть такую гонку, особенно в этом году, при таком, наверное, как никогда, таком мощном составе, мощной конкуренции. Я думаю, это дорогого стоит. Поэтому очень приятно. И спасибо организаторам за такую подготовку и приглашение на эту гонку. Впереди у пилотов подготовка к первому этапу российской серии кольцевых гонок, который пройдет весной в Грозном. Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха. Новости губернии. Ставропольский район. Волейбольный клуб «Нова» одержал победу в очередном 50-м матче, уже восьмом в этом сезоне. На этот раз новокуйбышевцы обыграли Ярославич. Результативную встречу провел Романос Шкулявичу, с набравшей 33 очка. За игрой наблюдал Антон Вашурин. После трудовой победы над Енисеем «Нова» вернула себе уверенность. В игре с Ярославичем это отразилось на первой же партии, которую волжане выиграли с крупным преимуществом – 25-17. Но дальше как будто повторение сценария прошлой встречи. Второй сет был проигран в борьбе. Третий вновь подопечный Константина Брянского взяли, четвертый уступили. В итоге очередной пятисетовый поединок, уже восьмой в этом сезоне. Таким количеством не может похвастать ни один клуб Суперлиги. Четвертая партия, играем, начинаем. Есть своя игра, потом в простых элементах начинаем ошибаться. Отдаем свою партию сопернику. Если вторую партию, тот же Ярославич, они собрались и где-то добавили, то четвертая партия – это исключительно где-то наши ошибки, которые дали им перевести в пятый сет. А в пятом сете, как и еще шесть раз по ходу сезона, волжане не оставили камня на камне от соперника, выиграв его со счетом 15-7. Оба матча этих команд завершились в пяти партиях в пользу «Новы», что дало наставнику Ярославича повод пошутить. Я так понимаю, «Нова» специально заманивает, а потом обыгрывает. Конечно, шутка, но чуть-чуть квалификации, немного молодежи не хватает. А так мы бьемся, играем, пытаемся что-то показать. Излишний риск начался. Его нужно было убрать. И мы его убрали в пятый, и, соответственно, победа оказалась удача, победа на нашей стороне. После этой встречи «Нова» набирает 24 очка и располагается на девятом месте. Теперь отставание от восьмой позиции, дающей право сыграть в весеннем плей-офф, составляет 8 баллов. Антон Вашурин, Новости губернии. Девятилетняя девочка из Самары стала самой молодой чемпионкой России по русскому бильярду. Это произошло впервые в истории турнира. Валерия Кондратьева участвовала в первенстве среди девушек до 13 лет. Соревнования проходили в Воронеже. В течение недели юная самарчанка вела борьбу с опытными соперницами. Наша съемочная группа встретилась с вундеркидом бильярда и узнала о том, как досталась ей эта победа. Валерия Кондратьева сходит с поезда гордо, неся впереди себя золотой кубок. На перроне с цветами и игрушками встречают тренер и родственники. Мы за нее держали кулачки, все переживали дома и ждали хороших известий. В свои 9 лет Лера завоевала титул чемпионки России по русскому бильярду и стала самой молодой победительницей за всю историю турнира. Первенство среди девушек до 13 лет проходило в Воронеже. Было 29 участниц, и Лера была одной из самых младших участниц. Но, несмотря на это, она оказалась одной из самых опытных участниц. Финал был самым напряженным. Была игра, сначала Лера повела 2-0, девочка догналась, делала 2-2. И в решающей партии, в последнем шаре, как это ни странно, но очень эффектно и зрелищно, Лера забила достаточно сложного шара и стала чемпионом России. Решение играть в не самую простую разновидность бильярда девочка приняла сама в 6 лет. Увидела, как ведет партии крестной, однако рост не позволял ей дотягиваться до стола. Мы сделали деревянную подставочку, для того, чтобы она могла на нее забираться и оттуда уже бить. Как бы это удивительно звучало, но начиналось это именно так. В руках коллекционный кий. Ручной работы из дорогих пород деревьев, выполненной в единственном экземпляре. Именно им Валерия нанесла решающий удар на судьбоносном чемпионате. На тренировке не только оттачивает мастерство, но и показывает трюки. Этот шар должен забиться в среднюю лузу, а трюк-колик со всей этой конструкции даже не шелохнуться. Это очень сложный фокус на самом деле, потому что попасть нужно прям вот идеально. Не миллиметр вправо, не миллиметр влево и с определенной силой удара. Фух, ну с Богом! Некоторые фокусы тренируют на силу удара, некоторые, чтобы давать винта, некоторые, чтобы просто показывать. Впереди у Валерии ежедневные тренировки, работа над ошибками, чтобы осуществить мечту. Побить рекорд народного и стать десятикратным чемпионом мира. Татьяна Пудова, Дмитрий Столяров, Новости губерния. Старый Новый год с новым проектом. В Куйбышевском районе Самары жители провели морозные выходные на свежем воздухе и присоединились к всероссийскому фестивалю «Выходи гулять». Такие проходят во всех дворах, которые были благоустроены по президентской программе формирования комфортной городской среды. В 2018-м ее реализация продолжится. Кирилл Козин тоже отправился на праздник соседей и узнал, кто, когда и как сможет выбрать, какие объекты преобразятся в этом году. Вы замерзли? Нет еще! Когда вокруг друзья и добрые соседи. Не холодно, тем более в праздник. Во дворе дома номер 30 в новом молодежном переулке всегда людно. Здесь и каток, и новенькие детские площадки. Фестиваль «Выходи гулять» – еще один отличный повод собраться вместе. Принять в нем участие местные жители смогли благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды. В рамках этого проекта были выполнены работы по ремонту межпанельных швов, по установке подъездных окон. В общем-то, жители принимали достаточно активное участие и по подаче заявки был с их стороны большой общественный контроль. Фестиваль «Городской среды. Выходи гулять» проходит по всей России. Его участники – более 500 населенных пунктов страны. Это города и поселки, на территории которых пройдут порядка трех тысяч праздничных мероприятий. Много очень активных людей. Они вот в основном и сами активизируют снизу все это, инициатива идет. То, что как раз и нужно, собственно говоря, ради чего все это и затеивается. Люди заинтересованы, чтобы и дети у них были заняты, и все было хорошо. Чтобы ваш двор получил возможность попасть в федеральный проект формирования городской среды, необходимо обратиться в администрацию района или муниципалитета. Там все подскажут. При этом, как подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров, социальные объекты, которые обновлят в рамках программы, будут выбирать сами жители Самарской области. Голосование за общественные пространства, которые благоустроят по программе, состоится в регионе 18 марта. Кирилл Козин, Алексей Гриднев, Новости губернии. Регламентированное хулиганство. В Самаре во второй раз прошли калятки на Ленинградке. Ошествие от улицы Куйбышева до Галактионовской, посвященное праздничным святкам, которые традиционно проходят от Рождества до Крещения. В особенностях славянских народных забав разбирался Кирилл Козин. Пришла каляда «Отворяй ворота». О народных забавах, порой недоступных городскому жителю, громко и со вкусом рассказывают самарские творческие и фольклорные коллективы. Как умеют – песней, танцем и представлениями. Пускай для современного человека это и может выглядеть странно, такие народные забавы имеют глубокий смысл, многовековую историю и серьезное психотерапевтическое значение. В прошлом году эта идея пришла к нашим руководителям и мы решили попробовать. А в этом году народ гораздо больше и творческих коллективов приехало гораздо больше, даже из других городов. Костяк шествия – как раз представители народных коллективов и ансамблей. Однако участниками волей-неволей становятся и жители округи, и работники магазинов, и просто прохожие. Это только мой первый раз, который я это любил. Какая-нибудь интересная. Главный герой колядок и по совместительству самые узнаваемые персонажи праздника – ряженые. Люди в костюмах и масках животных, злых духов и прочих интересных личностей. Народ рядился кто во что гораст. То есть кто-то просто мазал яйцо сажей, надевали какие-то лохмочи, или наоборот надевались, если это барыню кто-то изображал, то наряжались нарядно, красиво. Чем страшнее и абсурднее костюм, тем даже лучше. Для дела. Ряженые обходят все дома и доходные заведения в округе за подарками. Отказывать им нельзя, иначе разозлишь злых духов. Такой вот русский народный рэкет. Заслужить расположение злых духов просто. Сладости, фрукты, ну или, наконец, звонкая монета. Зато если все-таки смог их сдобрить, тебе, да и твоему заведению, безопасность обеспечена на долгое время. Как минимум до следующих колядок. Не порицались и чуть более серьезные хулиганства. На колядке могли и печную трубу заткнуть, и разобрать поленицу дров, и залить водой ворота, чтобы потом не открылись. И это лишь самые невинные выходки. Это регламентированное хулиганство. Именно в этот период времени это разрешалось делать. И взрослые, и все-все-все вокруг понимали, для чего и зачем это делается. Потому что потом крещение, все шли в проробь, купались. По сути, колядки – это эмоциональная разрядка. Время, когда можно побыть не самим собой. Правда, все-таки в рамках общечеловеческих правил. Такая массовая и веселая народная разрядка в Самаре прошла уже во второй раз. Только от фольклорных коллективов города участие приняли более ста человек. А сколько самарцев присоединились по ходу шествия, и подсчитать невозможно. Ни одно общественное заведение не пострадало. Кирилл Козин, Алексей Гриднев, Новости губернии. Чудесам все возрасты покорные представители движения «Старость в радость» и работники Куйбышевского НПЗ отправились в самые удаленные уголки области, чтобы поздравить с Новым годом, подарить заботу и внимание тем, кто в этом особенно нуждается. Подробности в сюжете. Галина Ивановна и Евгений Васильевич Душа в душу живут уже пять лет. А познакомились они в Сергиевском пансионате для ветеранов войны и труда. Обрести любовь на склоне лет, да еще при таких обстоятельствах – счастье. Но здесь это скорее исключение из правил. Зачастую подопечные таких пансионатов одиноки. Поэтому заботятся о них медицинские социальные работники. А праздники устраивают волонтеры. Второй год им в этом от души помогают сотрудники Куйбышевского НПЗ. Спасибо большое волонтерам, заводчанам и кто это где-то дело поднял, чтобы помогать этим инвалидам, всем пансионатским детям, старикам. Накануне Нового года нефтепереработчики собирали сладости, соленья, одежду. Постарались выполнить и личные просьбы бабушек и дедушек. От нашего фонда выражаем очень большую благодарность сотрудникам Куйбышевского НПЗ за то, что откликнулись на наши просьбы, собрали очень большое количество подарков. Со Старым Новым годом бабушек и дедушек поздравляют Дед Мороз и красавица Снегурочка. А в ответ получают радостные улыбки и аплодисменты. Для нефтепереработчиков эта акция стала доброй традицией. В декабре заводчане собрали новогодние подарки для десяти пансионатов. Адресатам их доставили волонтеры. И сотни стариков почувствовали, они не одиноки. Мария Акимова, Александр Дудко, Новости губернии. У меня на этом все. Больше новостей на нашем сайте губерния.тв.ру. Приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова